Здравствуйте дорогие друзья! Как всегда по воскресеньям мы были на нашей Днепропетровской барахолочке. Но был дождь 19 сентября и вышло мало и продавцов и покупателей. Ролик будет коротенький, но самое интересное, конечно же, я вам покажу, что видела на рынке. И еще небольшой анонс. В конце ролика вы увидите три очень красивые старенькие фарфоровые чайные пары. Обязательно досмотрите до конца. А сейчас я вам желаю приятного просмотра. Пятьдесят пятьдесят. Я купил, но это немного. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И не новенькие, они носились. Видно по золоте, что они... Подарили в коробочке и остались две. И еще один. Привет! Четыре с половиной, семь с половиной. А флакончик у меня духовный? Такой 150, такой 200. Есть такие без крышечек. Но они... Такие по 100 гривен без крышечек. А вот это шкатулочка. А вот это шкатулочка. Это шкатулочка. Вот вещь, я вот тебя видела. Платочек, да, наверное? Платочек, да, наверное, какой-то? Нет, какой-нибудь мелочек. Сколько такой? Плюк за 600. Плюк за 600. 150, да? 150, да? 150 вот это, да? А, 250. Кто-нибудь пропал? Какие ты не нашел? 100, да, нет. А сколько такое? Какое количество? 100, да. Аплодисменты Семьи на восемнадцать, может быть даже и старший возраст, не кто, как бы это, но можно. Интересно, и сколько денег? Две с половиной. Или самовары еще озвучу. Четыре с половиной. Телли семь с половиной. И баташок на двадцать трехведерный трактирный двадцать две тысячи. Трактирный двадцать две тысячи, да? Да, ну мы же тогда его снимали, чтобы... Ну вот видишь, опять люди спрашивают. Ну да, то что размер. Это золото, да? Держите снизу, снизу. И сколько вот этот вот, Ир? Ир, сколько такой? Восемьсот кривен. Вот там что надо? Вот тут высота сколько? Сантиметров пятьдесят, наверное, да? Да, где-то. А вот это по высоте метр? Сейчас мы их достали. Здоровезно. У меня где-то есть сантиметры. И поменьше. Сколько же, мне интересно. Восемьдесят пять. Восемьдесят пять сантиметров, да, белая ваза. Ага. А это у нас сорок... Сорок семь. Угу. Ну да, мы приблизительно так и... Так и поняли. Угу. И почем они? Три. Да, гривень? Двести пятьдесят, двести. Она сбивала отцов по сто семьдесят пять. Я говорю, не приходите за лбу. Их три у меня. Сейчас я покажу. Интересные. Если она не разбила, сейчас посмотрим. Декоративные. Вот Настикло. Да-да, какой-то такой серо-голубой, да, интересно. По сравнению с белым. Парные. Парные. И сколько он? Маташевский. За две с половиной. Турок тут купил. По-турецки разговаривают ничего. Продают... Заваривают. А ну тут надо разговаривать. Там арестовика нет. Какие цены такие рюмочки? Патодезиве. 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 О, марганцевое стекло. Они по темноте. Хорошенькие рюмочки. Ну оно одно, видишь. Ну и парановка. Была бы к ним чашечка пара. Было бы интересно, да. Посмотрю. Скажу, что новую. Вот это вот. Вот этот угол новый весь. Сколько такой рюмок-то? Забыла. Тридцать гривен. Вот карамельные эти самые. А они почем? По пятьдесят такие. Такие по пятьдесят. И большие конфетницы на ножках тоже пятьдесят. Это и старые. Старые? Это и старые. Прикольная сумочка. Это восьмидесятые где-то годы. Надо узнать, сколько денег она стоит. Интересно. Наверное, Индия или что-то такое, да? А сколько такой? Баня. вот эти вот старенькие смотри какие шестидесятые годы лен под варенье так понимают две штучки старенький заварничек миниатюрный что написано не вижу как это старая клейма скорость а турочки немал вас нет а вот продавец вот там дурочки вот этот вот молочник интересно смотри какой с крышкой и сахарничка такие вот есть в магазине по моему три штуки раз какого-то комплекта под что-то может быть даже под пельмени а вот эта хрустальная ваза на ножке чашечка такая старенькая форма во всяком случае старенькая а вот такая чашка нет это не рига это гдр они похожи по стилю да так бы конечно сказала что рига ой какой хорошенький тут смотри но не отсюда этот а это кстати вообще может быть и не с это самое скорее всего тут и не было никакой крышечки какой хорошенький чашечки покажу сколько таких он четыре чашки и блюдца слушая целенькие полностью листочки по моему и как я вам обещала покажу вот эти три прекрасные чайные пары две из них производства дулёва и одна кисловодского завода вот этот вот бокал и два блюдца мои постоянные зрители видели в одном из предыдущих роликов с барахолки вот наконец-то я его держу еще раз в руках у этих всех чайных пар есть уже новая владелица у нее есть вот такой бокал в коллекции и к нему не было блюдца и вот получается мы ей пришлем вот такой бокал два блюдца и у нее соответственно получится две полноценные пары состояние для 50-х годов прекрасное это уже редкие вещи вот сейчас я вам покажу два блюдца одно из них более насыщенные такие вот местами краски а второй вот чуть чуть более как бы добавлено белой краски побольше на мой взгляд основной тон такой нежный нежный приятный широкий борт вот это ручная роспись это конечно можно рассматривать весь вечер сидеть да такое может позволить себе конечно не каждый в коллекцию купить но хотя бы полюбуемся с вами мне вообще повезло подержать в руках такие вещи надеюсь что когда-нибудь попадутся снова что-то подобное вот здесь видите немножечко больше белой краски вот на центральном цветке на мой взгляд а все остальные цвета в принципе такие же как и на первом блюдце буквально нот не могу и выпустить из рук эту чашечку красота неимоверная и вторая чайная пара также долю вас также пятидесятые годы насыщенный такой основной цвет и в сочетании к нему нежно розовые цветы позолота вот видите клейму 50-е годы это чудо видела я несколько предметов несколько комплектов от сервиза в такой формы и они бывают в разных раскрасок вот вот этот вот раскрас в руках держу впервые также состояние отличное но здесь вот видите более бледная по центру краска такое ощущение что она под выгорела видите по сравнению с самой чашечкой отличается по цвету но наверное это делает ее в принципе уникальной но то что этот эффект и и не испортил однозначно нежность неимоверная вот тоже клейму главное что все это целенькая вот такая красота и третья чайная пара там уже идет кружка видите какая она большой размер по сравнению с привычной нам чашечкой чайной да видите насколько больше такая вот пара мне тоже не попадалось смотрите какой кобальт красивый вот эти яркие в как вкрапления ягод позолоты много шикарная чашка клейму кисловодского завода красота в целости и сохранности позолота вот мне очень нравится когда добавлен оранжевый цвет вот сорт разный у чашки и у блюдца в общем вот такие вот шедевры прошли через мои руки буду сейчас их аккуратненько упаковывать для пересылки новой владелицы друзья спасибо вам огромное за внимание надеюсь что у меня будет возможность вам показать еще много много интересных вещей а я вам желаю добра мира крепкого здоровья и всего самого-самого доброго до новых встреч на канале